Вандализм или нет? Красные пятна на монументе Минора в Бабьем Яру, появившейся на минувшей неделе, дали повод ряду СМИ сообщить о том, что памятник осквернили. Так ли это? Выясняли наши корреспонденты. Минора, залитая кровью, от такой картины у Елены сердце сжалось. Девушка каждый день ходит на работу мимо монумента в Бабьем Яру. Первая мысль, поработали вандалы. Эту версию растиражировали ряд СМИ. Но позже оказалось, красные пятна оставили здесь хасиды. Здесь 24 мая они отмечали День Иерусалима. Сначала, говорит Елена, все было красиво. Свечи, молитва. После того, как пошли, свечи, эти запаленные свечи, не были сгашены. Весь визг полностью потек по дороге, по памятнику. А так как свечи были червеные, визг был червеный, то он застег червенными плямами, которые выглядят просто как какие-то кривые плямы. Пятна на памятнике уже четвертый день, пока их никто не убирает. На первый взгляд, эти надгробные плиты у дороги могут показаться делом рук вандалов. Но в заповеднике Бабий Яр это опровергают. Вот эта территория, где сейчас находится главный корпус телевидения, и вот эта территория, это было еврейское кладовище, которое в 60-х годах, согласно решению местного компартии и местного виконкому, было снищено. Багато памятников из этого кладовища было использовано на строительство дорог. Перезахоронение незначной количества отбилось и на Зверинецкое кладовище. А решта памятников скинула вот сюда, вот в этот Яр. И они тут пролежали 60-х годов. Сегодня сотрудники мемориального комплекса достают из Яра остатки монументов. Процесс это не быстрый, говорит Михаил Гутер. А находки, можно сказать, раритетные. Многие каменные надгробия с эпитафиями на иврите. На некоторых даже сохранились фотографии. Лещенер, Любовь Володимировна. Это в 1939 году было захоронено. Впрочем, раритетные находки разбросаны на территории довольно беспорядочно. Ученые уверяют, что как только все надгробия достанут из Яра, фамилии умерших опубликуют на сайте заповедника. Что касается самих плит, их планируют разместить в музее памяти, который создадут в одном из зданий на Мельниково. Елена Митясова, Богдан Савруцкий. Подробности. Телеканал Интер.